привет друзья сегодня мы отправляемся в город берастаги в индонезии чтобы подняться на вулкан на общественном транспорте мы выехали из города медан и постепенно поднимались горы где воздух становился холоднее отправляемся на вулкан сибаяк из нашего отеля висма сибаяк guest house 20 минут 10 не самое раннее утро и маршрутку до подножия вулкан поднимаемся на вулкан сибаяк возле города берастаги северная суматра позади маршрутки и вход точнее там где вы покупаете билеты входа в это назвать сложно кафешка скорее мы приобрели до приобрели два билета за 3 за 4000 человека и сейчас поднимаемся по дороге судя по знаку 4,8 километра вверх пока дорога вполне очень даже хорошая насыпь укатана широкая достаточно дальше даже асфальт положен погода хорошая единственная немножко горизонт затянут тучами из-за продолжающихся пожаров джунглей на суматре большая проблема здесь джунгли поджигают местные крестьяне для того чтобы освободить территорию под насаждение пальмовых плантаций вот и из-за этого возможно вид будет не самый красивый который возможен но в общем увидим на вершине при подъеме на сибаяк не пропустите эту развилку за моей спиной подъем на гору на вулкан сейчас за моей спиной дорога вдоль горы по склону а вот оттуда мы пришли вот из каких-то значимых знаков которые могут указать вам что это именно то место вот вы можете видеть за моей спиной надпись на бетонном мосту может быть это поможет один из последних участков пути таким живописным джунглям пальмы нависают на дорогой мы идем в полной тени продолжаем подъем такие белые песчаники на склона горы но нам еще вверх и вверх джунгли стало уже меньше виды становятся красивее вокруг моемся все выше и выше тут прохладный ветер на солнышко уходит хочется одеть кофту когда солнышко появляется кофту хочется снять на заднем плане слышно звук вырывающегося сернистого пара шипение сильное и в воздухе ощущается запах феры все ближе и ближе к центру кратера серным испарением источником позади мы видим дорогу по которой мы пришли и долину а вокруг нас окружают каменные склоны уже совсем безжизненные практически безжизненные с редкой растительностью и с едкими дымами кратер вулкана сибаяк пройдясь по кромке кратера вулкана мы начали свой тяжелый спуск горячим источникам где-то в блогах люди писали что есть неявная тропинка по другому склону вулкана мы пошли на ее поиски в надежде что она где-то не прервется и нам не надо будет карабкаться обратно вверх здесь не слышно сернистых источников тишина покой только ты природа разрушенная вулканом и какая-то женщина в полосатой футболке наш пуск продолжается через джунгли пробираемся сквозь кусты спускаемся по бамбуковому лесу с вулкана сибаяк горячим источник уже долго спускаемся куча комаров начинали мы в 12 наш спуск на данный момент 20 минут второго уже час двадцать идем сейчас дорога пошла уже более плоская до этого был очень крутой спуск с каменистыми слоями ступенями ну вот судя по всему мы куда-то сейчас выйдем надеюсь это уже горячие источники шумят впереди серой пахнет во всяком случае ну куда-то мы вышли а перед нами оказывается когда мы спускались с вулкана была геотермальная станция где электричество вырабатывают с помощью тепловой энергии получаемая из недр земли вот она какая горячие источники возле подножья у подножья вулкана сибаяк горячие серые источники здесь порядка десяти бассейнов в каждом из них своя температура воды самый горячий первый и третий бассейны для нас показались а мы сейчас в номере 7 здесь очень и очень то что надо для нас на заднем плане эти другие бассейны вот соседний отсюда открывается замечательный вид на вулкан на котором мы только что были возвращаясь в город мы зашли в маленький поселок где мужчина пили корзины из бамбука такими корзинами в индонезии накрывают домашних птиц чтобы они не убежали от хозяев вечером мы зашли на рынок в поисках свежих фруктов и кое-что нам удалось найти хочу обратить ваше внимание на то что на острове суматра каждый народ одевается по-своему и в городе берастаги я часто встречала женщин с большой стопкой ткани на голове очень забавно выглядят со стороны на следующий день мы взяли мотоцикл в прокат и поехали смотреть на извергающийся вулкан Синабун он уже как несколько месяцев пыхтел и засыпал ближайшую деревню пеплом люди покинули свои дома и бежали кто куда может иногда на трассе нам встречались женщины несущие груз на голове как их шеи выдерживают такой вес склоны вулкана Синабун и подъезды к нему засыпанные пеплом последствия выпадения пепла в деревне возле вулкана Синабунг на суматре видим дом с провалившейся частично провалившейся крышей от пепла а вот здесь хозяин уже успел почистить крышу наверное успел сберечь себе несколько сотен тысяч а то и миллионов рупий пепел выпадающий на крышу по консистенции как сухая глина очень тяжелый из этого ломаются перекрытия многих домов в округе рвутся провода иногда вот рядом церковь тоже засыпанная достаточно сильно пеплом но еще не с целой крышей на заднем плане за облаком сам вулкан въезжая в город мы видели много мешков с пеплом стоящих на обочине самые смелые люди приезжают в деревню которая находится в зоне риска чтобы собрать пепел на продажу ведь он является хорошим удобрением для земли и некоторые крыши расчищены от пепла некоторые не успели расчистить облако пепла закрывает вершину вулкана кто-то забыл свой автомобиль с лучами уходящего солнца мы поспешили уехать из деревни оставаться до темноты было опасно и к тому же нас сильно першило горло от пепла и казалось что вот-вот он начнет раздирать глаза к слову еще пару дней после визита в деревню у нас были неприятные ощущения в горле но это того стоило в предыдущем ролике мы знакомились с орангутанами а в следующем видео мы покажем как отмечают новый год на Бали друзья не забывайте подписываться на наш канал а также ищите нас в социальных сетях по хэштегу vtravelin ищите нас в поиске ищите нас в водном ищите нас в гости